Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забывайте подписываться. Каждая ваша подписка для меня очень много значит. А сегодня у нас куриная грудка в кисло-сладком соусе по-азиатски. Очень вкусный соус. И у нас есть рецепт, но только там у нас крылышки. А здесь грудка. Суть одна и та же, поэтому я вам рецепт оставлю обязательно. У нас дома просто не было крылышек и свинишка. Это идет просто обалденно. На улице дождик. Пасмурная погода. Два дня льет, как из ведра. И я решила, а что себя не порадовать, правильно? Живем там один раз. Тут у нас свинишка. Чуток. Настроение у меня хорошее. Я очень извиняюсь, мои хорошие. Вчера так получилось, что я посвятила весь день своему второму каналу. Давайте вот так на серединку. Вот. С сегодняшнего дня начну уже нормально снимать на этот канал тоже. Вы не представляете, как это вкусно. С вином вообще супер идет. Можно сделать романтический ужин для вашего мужа. Вино. Крылышки в кисло-сладком соусе. Сегодня буду отвечать на вопросы от моих подписчиц. Дарья Шевчук задает вопрос. Ташенька, вам огромный привет. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что задаете вопросы. Здравствуйте. Айка. Айка, последнее время очень сачкуешь, мало видео снимаешь. Очень ждем. У меня такой вопрос. Хотела бы ли ты куда-то переехать? Например, многие сейчас блогеры переезжают в Турцию. Мы сами живем в Москве, и у нас есть здесь своя недвижимость. Муж предлагает ее сдать и переехать в Турцию. Жить на эти деньги себе отлично, ничего не делая. Что я могу сказать, Дашенька? Мне кажется, это замечательная идея, если Турция вам подходит как место для проживания. В честь рассматривать все страны, мне кажется, мне ближе всего Турция. Если уж куда-то переезжать, то точно в Турцию. В ТикТоке тоже подписано на девчонок, которые рассказывают про жизнь в Турции. Одна со своим мужем и ребенком переехала. И она говорит про плюсы. И многие почему-то ее хейтят, когда она хвалит. Вообще люди, которые переезжают и в Штаты, и в Европу. Почему-то, как только они снимают, например, видео, начинают рассказывать про плюсы, все сразу начинают негативить. Ой, вот предатель Родины. Я так не считаю. Чем жить в стране и постоянно ненавидеть эту страну, например, что-то тебя не устраивает. Это очень классный опыт. Даже если вы не останетесь там жить навсегда, можно попробовать. Если у вас нет основной какой-то работы, очень которую жалко терять. В Турции недорогая недвижимость. При этом, мне кажется, опять же, я не спец, я не политик. Я просто говорю то, что я вижу, там очень хорошо развивается туризм. Я думаю, что в будущее там будет ничего так себе нормальное. Мне сейчас, если честно, без разницы, где жить. В том плане, что работаю я дистанционно. То есть, для того, чтобы работать, мне не обязательно именно находиться в Баку. Единственное, что мне нужно, это хороший интернет. В общем-то, все. Очень вкусно, реально. Это прям обалденно, как вкусно. Еще и с вином. Я в интернете читала, что пролить вино очень плохая примета. Особенно красное вино. И один раз у меня брат был в деревне, как раз-таки в той деревне, из которой я вам снимала влоги. И он был на свадьбе, и там разлил немножко вино на свои белые джинсы. И я сразу такая ему сказала, я говорю, это плохая примета. Не знаю, к чему я это вспомнила. В общем, у него белые брюки. И на правой ноге такое пятно вина. И проходит где-то, наверное, дня 5. И он попадает в аварию. Там же в деревне с нашим соседом, который, господи, боже мой, как водит машину. Когда он за рулем, я вообще боюсь. И так получилось, что именно эту ногу он очень сильно повредил. Ты в деревне. И потом еще, где-то через год, попал опять в аварию и опять повредил эту же ногу. То есть, возможно, это просто суеверие. Но мне всегда кажется, если ты веришь во все это, то это обязательно сбудется. Поэтому нельзя в это во все верить. Приметы с глаз. Не знаю, не надо внушать себе, что это все есть, это все рядом. В общем, на чем мы остановились. Что касается переезда. Если вам конкретно нечего терять, так скажем. Если ваша работа не супер высокооплачиваемая. То есть, не жалко вам терять всех благ, которые у вас есть. Почему бы не попробовать? Я бы лично с Турцией даже сама бы попробовала. Насколько я знаю, сейчас уже ведущие дома два. Даша Пынзер и Сережа. Они тоже в свое время переехали. Но сейчас, мне кажется, они обратно переехали. Потому что им предложили роль ведущих. Кто откажется. Столько ведущих сейчас на Доме 2. Вообще шоке. Последние, наверное, где-то два месяца. Вообще не смотрю. Не потому, что неинтересно. Но просто так много интересных передач на самом деле. Что уже как-то Дом 2 ушел на второй уровень. Вкусный тщак. В нашей школе была девочка, которая очень хотела переехать. Хотела переехать где-то в Европу. И постоянно говорила о том, что я хочу переехать. Я хочу переехать. И потом она в универ поступила. Не помню куда. То ли в Германию. Ну, в общем. И сейчас она живет там. И она безумно довольна тем, что она переехала. Ее все устраивает. Самое главное, чтобы человека все устраивало. А не окружением. Родители что скажут, что родственники. Кто-то на заработки едет. Кто же Турция? Посезонная работа. Особенно, если ты хорошо знаешь русский язык. Русский и турецкий вообще приветствуются. Следующий вопрос от Лианы32. Привет, Айка. Что помимо мукбанков ты смотришь? Какие передачи любишь смотреть, а какие наоборот раздражают? Расскажи немного об этом. Ну, вы знаете, что я была фанаткой Дома 2 раньше. Сейчас нет. В последнее время смотрю бумажные сюрпризы. Не потому, что сама снимаю и чему-то научиться. Нет. Просто в какой-то момент стало это все интересно. Я подписалась на кучу блогеров, которые снимают подобный формат. Вот когда у них выходит видео, я не могу пропустить. Также смотрю интервью. Мне очень нравится, как делает интервью именно Собчак. Мне нравится ее манера разговора, что она очень грамотная. В общем, я ее канал очень смотрю. Просто мне не всегда нравятся герои, которые приходят. Некоторых я вижу в первый раз. Ну, возможно, это связано с возрастными ограничениями. То есть она старше меня. Собчак. Собчак мне годится в матери. Возможно, люди популярные для нее. Для меня вообще неизвестно. Поэтому... А из передач, которая мне не нравится, это мужское и женское. Мне очень не нравится, как ведет себя Гордон, как ведет себя Барановская. Приглашают людей. Потом начинают этих людей оскорблять, унижать. Ну, как-то некрасиво это все. Очень не нравится эта передача. Прям антипати. Даже если сюжет интересный, я не смотрю только из-за ведущих. Один раз написала комментарии. Они просто взяли и удалили этот коммент. Ну, так многие делают. Я тоже удаляю негативные комментарии. Ребята, я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.